Друзья, сейчас начнется вебинар. Пошла последняя минута. Свечи, а нам чуть-чуть за 60, а это ведь не вечер. Горит свеча, стекает в ось. Посеребрила жизнь, височный нос. Все, московское время 16 часов 00 минут. Поехали. Вы сейчас увидели, как я пью кофе в большой пивной кружке. Я всегда делюсь опытом. Не подумайте, там было пиво, там кофе, которое очень быстро остывает в толстой кружке. Поэтому я ее использую. Вот теперь, начинаем с подарков. Да, мне действительно исполнил 71 год. Угораздило родиться 2 августа. Это особый день для таких, как говорится, одаренных. С такими знаниями или такими, нет, с этими свойствами психики или там мозга, что я сам себе не рад, жил бы спокойно. Все мои друзья, с которыми пускали... А сейчас как бы подведение итогов. Я все-таки не юбиляр, но все-таки именинник. Все мои друзья, мастера, с которыми пускали Саянский алюминиевый завод. Все директора завода, заместители того же знаменитого Дерибаски, прочие генеральные и прочие. Но меня вот угораздило. Родился бы, как все нормальные люди, не 2 августа. И не было бы такого... Да и не беседовали бы мы. Но у меня свой призыв. И сейчас я стараюсь, чтобы таких призывников было больше. Мы подошли к нижнему краю. Это, как говорится, дно садоводства уже... А его все еще пытаются пробить это дно, то есть туда еще ниже. Все это творится на наших глазах. Поехали. Значит, Борисович Ботнер сделал мне подарок. И так как он на том свете, я не мог не упомянуть. Вот. Это я считаю подарком. Коротко. Привез 15 лет назад черенки супер абрикоса. Так. Плоды средние 150 грамм. Вот. Мечта до сих пор для меня даже необыточная. Несколько лет учился. Получил один раз 40-граммовые. Вместо таких вот выросли 40-граммовые плоды. У меня есть фотографии. Показывал. Вылеты нектарины. Так. Потом стало еще мельче. У меня сейчас есть три дерева таких. Вот. Поверите, нет? Для чего они это? Деградировали на мажорках. Вот. Но это нельзя назвать деградацией. Я вот это не люблю слово деградация. Это учеба. Поэтому учтите. Мы это называем не деградацией. Слово испорченность применял даже вечеринка. Мы применяем другое слово. Очень аккуратно и вежливо. Слово приспособление. И вот что получилось. С того момента как я срезал черенки. Кирсонская область. Вот. Прошло полтора десятка лет. Вот. Ко мне приезжают гости. Ну допустим через 10 лет. Боднер. Я ему вручаю черенки. Все таки друг. Потом меня уничтожают эти деревья. Повторять не буду. Все это страшные вещи. Почему жив непонятно. И Боднер. Привил. А я не знал. Потом он мне сказал. Когда я к нему приезжал в гости. Вот такие вот. Показал такие же. Я схватился за голову. Черенки выпросил. Уже два года растут. Но не плодоносят. Уже на моих. Привил третьим этажом. Вот. Видите как интересно. Он сделал мне подарок. Мне отлегло на сердце. Потому что. Возможно доступа. И его сад у меня не будет никогда. Есть на то причина. И вот. Когда я приехал последний раз. В прошлом году. 20 июля. Вот. Ходил. И Бог еле ходил. Он подвел дерево. Говорит. Вот смотри. Твой Петр Великий. Я посмотрел. Вскривился. Мелковатый. Он говорит. Видел бы ты урожай. Вот. И так не говорил. Все ушло в количество. Вот. И я. Учитывая. Что я все время прошу. Подарки. Подарки. В студию. Подарки. В студию. Вот. Я не мог не вспомнить добрым словом человека. Который спас. Потому что. Вот. Представьте себе. Вот. Единственный раз. Я на Украине видел только жардели. Я ходил по садам. По садам. Тоже как тут. Это только жардели. Да. Вкусные. Да. Это. Пусть мелкие. Да. Супер рожайные. Даже здесь. А они не пропали. Но я их перенес на Маньчжурса. Вот. Я же этот. Малый не дурак. И дурак немалый. Я перенес на Маньчжурса. И получил устойчивые жардели. Ну. Вот это чудо. Вот если сейчас бы. Вот этого бы не было бы. Если бы он не спас. Как бы. Следующий. Потомство. Следующий. Этот самый. Вариант. Этого же Петра Великого. Что бы было бы. Ну как. Найдите его. Найдите того. его. Тестя. Моего. Приемного сына. Которого давно в живых нет. Вот. Попробуйте. Найдите то дерево. Я им даже. Кроме. название. Этот. Деревня. Этого. Господи. Так. Что. Родную деревню забыл. Ну не родную. Но это. Короче. Береставский район. Деревню называть специально не буду. Так вот. Это. Наверное. Тот самый. Подарок. Чуть ли не с того света. Идем дальше. Итак. Подарки в студию. Фотоплодок. Шелковица не сохранил. Пишет мне. Алексей Алексейко. Один из. Вернейших. И. Та самых. Талантливых. Подвижников. Еще умудряется. Не выпячивать себя. Где все в тени держится. Вот. От тех. Который заслужил право. Читать лекции. В этих самых. Академиях. Вот. Ваши сливы. Косточки. Черенки. Ваши. Внимание. Теперь. А куда не дерешься. Привет. Тимоша. Сейчас только ко мне заходил. Поздравлял. Ладно. Увидят. Что это. Убьет меня. Если так увидят. Какой он скромный. Так. Сейчас. А вот тут. Не успел перенести. Или ниже где-то. Или не успел перенести. Итак. Сувенир Востока. То ли косточки. То ли черенки. Спасибо за подарок. Спасибо за подарок. Дорогой Алексей. Так. Ну чего ты крутишься. Я специально показываю подарки. Алексей живет. Вот она. Раз. Сейчас. И. Я всегда обращаю внимание. Смотрите. Какая форма. Ведь не подсходил секатором. Не отрезал нижние ветки. В чем дело. А. Алексей. Вы что. Совсем уже того. Неисправимый. Обязан был отрезать. Зачем тебе эти нижние ветки. Зачем тебе эти плоды. Приказали эти нижние ветки отрезать. Должен был отрезать. А здесь. Почему не отрезал. Оставил бы одну центральную. Вот эту вот. Выпрямил бы ее. Ладно. Это я ерничаю. Привычка срабатывает. Посмотрели. Итак. Подарок увидели. Почему я. А. Там еще один подарок. Ой. Как сейчас найти-то. Ну-ка. Ох ты. Весник садовода. Это меня поздравил. Но это отдельно. Дело в том, что сам авторитетный из нас человек. Вот он. Вот. Но он от имени журнала Весник садовода поздравляет. Другой друг. Земляк. Садовый пророк Илья. Вот это мне звание присвоили. Садовый пророк Илья. А. Наверное. Потому что я же в этот 2 августа родился. Пока все тут в пустыне. Это я сейчас читаю впервые. Глаз во перещу к миру слышат только избранные. Ребята. Вы все избранные. Нас так мало. У тебя много дел на земле. Время тоже. Впереди еще треть лета. А там бабе в лето. Благодат на осень. Вы посмотрели бы на нашу осень. А там огненная колесница с огненными канами. Выхлением и сядь тебя на небо. Спасибо. Вот тогда твой громовой голос наконец слышат. Я надеюсь, что эта аналогия не приносится на небо. Вот. Вот. Посмотрим. Вот в этом месте. Знаете, что я должен сказать? Вернусь сюда. Где-то вот здесь. Понимаете, в чем дело? Меня сегодня позвонил Павел Троценко. А он один из самых-самых. Я его уважаю. Потому что из молодежи он самый талантовый. Из нашей молодежи. Где-то в районе 30 лет. И вот он, значит, мне позвонил и сказал. Процитировал знаменитую фразу. А какая фраза? Вот. Бороться, искать. Найти и не сдаваться. Я, конечно, так нарочито обиделся. Опять работать. Никто не хочет мне пожелать покоя, отдыха. Сколько можно. Вот. И тогда я ему рассказал притчу. Но он из молодежи. Он ее не слышал. Не все из вас слышали. Дело в том, что это очень важный момент. Когда-то. Когда-то. Лошадей. Использовали для того, чтобы поднимать воду из колодца. То есть ее пристегивали. Как там. Упряжью привязывали к. Тем самым. К вороту. И лошадь ходила по кругу. И крутилась. Этот самый. Город. Крутился. Этот. Маховик. Крутился. Подъемный. Этот самый. Винт. И. Вода поднималась наверх. Все это было замечательно. Но. Не получалось. По началу. Потому что лошадь. Видя рядом. Зеленую трапку. Забывала. Что ей надо ходить по кругу. Ее лупили. А трапка-то. Зеленее. Солнышко блестит. И тогда. Лошади. Научились. Ослеплять. Слепая лошадь. Становилась. Послушная. Зеленую траву. Не видела. Аналогию. Посматривайте. Нет. Господа. Садоводы. Вот. Что в садах. В наших. Миллионах. В наших. В наших. С вами. Замечательных. Людей. Россиян. И прочих. Посмотрите. Рядом. Зеленая трава. Лошади. Слепые. Ходят по кругу. Вот. Где нибудь. Унюхали. Допустим. Ну короче. Все. Что может дотянуться. Вытоптано. На волю. Не пускали. Никогда. По кругу. Ходили всю жизнь. Чуть не сказал. До самой смерти. Смерть не наступала. Лошади теряли силы. Их. Выпрягали. Прягали других. Слепили. А этих. Отпускались. На волю. То есть. Может. Держалости. Может. Мясо не любили. Конское. Ну вот. Может. Оно было сильно. Уже не это. Жилистое. Отпускали их. И оставляли. Паситесь. Самое. Начинается. Сейчас. Отпрытие. Отпрытие. Выедали. Делали круг. И вот. Они слепые. Выедали. Траву. В этом круге. И умирали. С голоду. Почему? Потому что. Они не могли. Ходить. Прямо. Вот это. Для меня. Притча. Произвела. Для меня. Подростка. Такое. Мое впечатление. Такое. Я был. Потрясен этим. Кругом. Море. Зеленые. Травы. А. Лошадь. Умирает. С голоду. Хотя. Она. Способна. Есть. Траву. Но. За десятки лет. Или. За годы. Она. А. В круге. Трава. Кончилась. Вот. А. А. Кругом. Зелено. А. Она. Умирает. И. Вот. Вы. Теперь. Проводите. Аналогию. Садоводством. Российским. Сколько. Зеленой. Травы. У меня. В лучшие годы. У меня. У меня. 50.000. Косточек. Каждая. Пусть. Пусть. Третья. Могла. Стать. Основой. Нового. Садоводства. Посмотрите. Это. Самое. Цитировал. Письмо. Реплика. Да. Александр. Алексеевич. Вот. Скажите. Видите. На вас не произвело впечатление. Что. У человека. Заслуженного. Доктора наук. Да. Вот. Директора института. Или исполняющего обязанности. Такие результаты получились. А умножим бы теперь эти результаты на десятки тысяч. У меня только. В один год было 30 с лишним банок. А может и 40. Кто их считал. Было такое. Косточек. Представляете. И сейчас еще есть. Пусть в три раза меньше. Дело в том что. Мы. Рядом с нами. Зеленая трава. Я имею ввиду. Технологию. Новую. И вот это вот. И спасибо вам. Александр Алексеевич. За то поздравление. Вот. Я. Это так. Я вас всем благодарен. Но вам вдвойне. Вот. Именно за вашу авторитет. Господин. Главный редактор. Журнала. Вестник Садовода. Только вы. Когда я попал уже в эту. В опалу. Меня было запрещено печатать. И называть. Фамилии знаменитейшие. Да вот. Так не хотелось. И сейчас еще не хочется. Какая-то предосторожность. Вот. Только вы. Печатали. Да еще без купер. И как другие не грешили. Не убирали ни одной запятой. Это. Это. Я не знаю. Это. Что вы за человек такой. Вот видите. У меня день рождения. А я. Рассказываю с восхищением. О ребрике. Так вот. Цитату. Вернее. Причу про лошадь. Поняли. Я обязательно должен ее рассказать. Обязательно. Вот. Это. О нашей действительности. О нашей России. Современной. Травы зеленой много. С голоду дохнем. Всего полно. Земли. Брошены. Тысячи деревень. Какие к черту сады. Если. Путину говорят. Картошка. Это. У нас. В Саногорске. Казалось бы. Когда мы каждый выращивали. Еще недавно. А сейчас уже нет. Вымерло. Целое поколение. Этим. Спиртом рояль вытравили. Тех. Кто садил картошку. Люди попросили. То что. Там где-то бы назвали. Плебеями. Или там. Люмпенами. Позвали. Да. Вот. Последняя картошка. Паршивая уже. С 400 рублей ведро. А у наших пенсионеров. Средняя. Это самое. Пенсия. 10-15 тысяч. 400 рублей ведро картошки. А пенсионеры уже не в состоянии выращивать. Поставили на грань гибели пенсионеров. А у нас вся страна зеленеет. То уже знаете, что на ней зеленеет? Бурьян зеленеет. Страну захватывает борщевик. Он же не поддается уничтожению. Если вы сегодня куст не вырубили. Завтра вы не вырубите 10 тысяч кустов. Пока вы будете вырубать 10 тысяч кустов. Появится миллион кустов. В школе проходили. Эти самые цифры. Ну а я пытаюсь вырастить свое. Извините. У меня наболело. Я сегодня имею право. У меня день рождения. Там еще у меня один подарок. И только я сейчас не успел. В следующий раз покажу. Я имею ввиду какой подарок. Яблони заплодоносили. Груши мы заплодоносили. Антипова. Почти электронные книги. Почти электронные книги. А. Я имею ввиду бумажные. И я продал две книги электронные. Все. Все. Все.